Не встаем, не встаем! Я лежу, он говорит, что я задыхаюсь? Все, готов. Парни, всем привет! Мы находимся в 9-й пожарно-спасательной части. Бойцы, вы будущие бойцы, действующие бойцы, должны понимать, что в жизни у каждого может произойти ситуация, когда нужно будет провести самый важный бой в жизни, за близких, за родных. И этот бой может произойти с каким-то природным явлением, в том числе и с пожаром. Так, всем добрый день. Ваша основная задача – обнаружить пострадавшего и вытащить его на свежий воздух в коротчайшее время. Снимаете обувь, надеваете сапоги. Надели сапоги, одели штаны. Каску убираете, влетаете в куртку. Меня очень беспокоят волосы только, вот видите. Все, вперед! Ну, 30 секунд хотя бы. Наоборот. О, лямки, лямки, да. Макс, младши. Юля, мы с тобой. Физерская подготовка – это первое, что должно быть у подружного. Я-хай! Ну, пойдем, подыши тогда пока. Все, теперь так же подходим, пять человек. Не-не-не, одеваемся сейчас. А просто дальше одеваемся, да. Аппарат, как рюкзак, берете за вот эти вот пластмасски и просто... А, ничего страшного, я подержу. И закидываете. Во! Все? Да. Так, теперь поясной ремень. Это что? Дыхательный аппарат на сжатом воздухе, чтобы дышать в непригодной для дыхания среде. Вместе с аппаратами получается где-то 30 килограмм. Не-не, сверху пускай день, да. Сверху? Если им плохо станет или идет что-то, сразу говорите. Как-то все хорошо будет? Все, готовы? Готовы. Пойдемте, пять человек. Да, все, достаем маски. Все, затянул? Все? Ну, работа такая, да, мы же не знаем, что произойдет на пожаре. Она последняя пойдет, персонально с ней идешь. Назад, затягивай ее. Вот так вот. Теперь подтягивай каждый ремешок. Затягивай, чтобы ничего не проникало тебе. Все, готов. Если кому-то остается плохо или он боится, либо меня, либо его по плечу похлопали, все, вас выведу. Все, готовы? Я в тебя верю, да. Погнали. Садись, садись полностью, садись. Все, стоять. Стоп. Стоп. Полгнем, полгнем. Друг за друга держимся, за впереди идущим. Мансур, я туда ушел. Все, двигаемся, двигаемся. Все хорошо, двигаемся. Переди идущего не теряем. Хоть плюти? Нет, я плюсти не знаю. А, давай, ищем дальше проход. Надо найти человека. Найти человека надо. Мансур, а где девушка? Нашли? Все, ищем выход, выход, ищем. Все, проходим сюда. Ноги, ноги, ноги. Все, молодцы. Поставленные задачи, справились. Кто кричал, я хочу уйти? Кто орал, хотел уйти? Да, я, я. Почему? Что случилось? Ну, ты до середины дошел, Игорь, я хочу уйти, да. Я потом поместеру. Не, не, не. Нормально, давай. Молодец, да. Следующий путь готовится. Сегодня отбой. Мы в шашлук не превратились. К сожалению или к счастью. Но надеюсь, кто-то превратится в шашлук. Надеюсь, это будет Никита. Признайся, там на самом деле баня. Просто вы в парилку зашли, там девчонки были, нет? Нет, нет, нет. Там был манекен. А что он делает? Эй! Добрый, все хорошо? Очень хорошо. Давай, что они снимают? Балоны там? Меня. Тебя? Да. Давай, поднимай. Будешь еду. Давай, там, что там. О, маска? Тебя подержать? Давай, снимем. У меня сердце бьется, сын. Это от меня. Я наивная, а? Чего они такие, а? Кто? Стянется по положению. Напомните, вот эти два сто процентов от этого вылетят. Я вот, какой-то ездик, мне кажется, это Никита. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если один маленький сделай, отдохну. Что-то я недооценила тренировку. Думаю, наверное, будут съемки, меня пожалеют. Не сильно будет что-то такое. Я родилась в городе Новый Уренгой, но я уезжала отсюда, в Уфу. Прожила лет семь, наверное, в Уфе. Семнадцати лет я работаю. Наилмастерам, инструкторам я там преподавала, арендовала помещение. Видишь, вот это? Дырку сделаю, висит. Да. Свернули, давай. Доступи. Вот. Еще жестче. Жестче. Вот. Меня зовут Натышах Мебарик. Я сейчас выступаю, тренируюсь. И плюс параллельно тренирую. С середины января она начала хаять, вот с тех пор занимаюсь. У меня всегда была тяга немножечко, как сказать, к чему-то такому мальчишескому. У меня очень-очень много энергии, ее куда-то надо девать. Она нулевая пришла, у нее не было ни базы, ничего. Она не умела просто даже прямой удар бить. Оп. Молодец. Двигайся, 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 двигайся. И пошла. Оп. Сразу. Оп. Вот, молодец. Получить по лицу – это нормальный страх. Это не смертельно для меня. И это не стыдно, наверное, для меня, что, если я, допустим, на ринге, там, я получу по лицу. Ну, я переживу этот момент. Да, она плачет. Но ей это чуть-чуть тяжело даваться, чем другие. Мне лично не нравится, когда женщина пересушена, когда они жилы, допустим, или перекачаны, то есть мужское тело. Я, в принципе, я с дюдой ушла, как бы, прощалась с этим, потому что я начала видеть девочек, которых вот эта часть, вот там грудная клетка и руки, и шея, они похожи на мужскую. Мне, меня прям один раз я испугалась, и вот это осталось в голове. Я очень не хотела бросать это, но я ушла, потому что я испугалась. Сейчас последний взрыв будет. Ты максимально, хоп, максимально взрывайся. Я не могу. Давай, 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 что ты стоишь? Давай, 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 давай. Стоп, время. Я благодарна своему тренеру, потому что я пришла сюда, я даже могу фотки, видео показать, какая я пришла. Я пришла бледного цвета такая, весила я 51 килограмм, не просто 51 килограмм, есть девочки весят 51 килограмм, но они, вот они при форме остаются. Я просто вот, ну, как бы доска, такое тело, кости обтянутые кожей. Я сейчас, я думала, это нормально, сейчас я смотрю, как бы, и вижу, что это было, выглядело ужасно. Моя задача – дать им результат. Хоть даже им тяжело, но я их заставляю делать. Ну, вот, а просто так, в зал прийти для галочки, ну, я думаю, ну, нету смысла. Олег, такой яркий персонаж, кто с ним еще там, как же этого мальчика, Никита его зовут, да, потому что они там, у них контуры какие-то были, их невозможно было не запомнить. С одним я познакомилась, тоже мальчиком мы рядом сидели, он просто земляк из Башкирии, он. Они меня поддерживают в Инстаграм, допустим, всегда, как бы, очень приятно, спасибо за это. Мне комфортно, я говорю, мне комфортно в компании, ну, парней. В первую очередь, мне просто хотелось посмотреть, как моя девочка поработает, ну, ученица моя. Я живу один раз, и, ну, я хочу так. Если я хочу, значит, это должно быть. Пять секунд осталось. Четыре, три, две, одна, стоп. Все, отдыхаем. Десять минут на беговой и закончим. Там человеку нужна помощь, как можно быстрее его найти и вынести. Тянем, тянем, на счет три, раз, два, три, тянем. Давай, оп, вытащились. Теперь на колено падает, температура остынка. На колено. Все нормально, Денис? Нам подорого, температура как-то появится. Тянем, 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 тянем. Тянем. Закрой, я говорю. Думай. Все хорошо, ты дошел. Можно застать это? Сними, вот, назад начни. Я за кем шел? Я с кем шел вообще? Ты шел за ним, я шел за тобой. Нет, он шел за тем пацаном, которого вытащили. Человек бессознально, он как, амеба, его ближе к телу себе прижимаешь и вытолкил. Камера на Гаджиеве Абдумалике. Гаджиев Абдумалик заряжен на все 100%. Если вы будете монтировать, то сфоткайте нас, пожалуйста. Короче, я, естественно, чуть ошарашен. По секрету, у меня каустрофобия. Эту победу я посвящаю своей бабушке. Надежде Витальевне, клиндю. Когда он сейчас в Новосибирске живет, мы сейчас точно не живем. А где этот клоун? Какой имени? Барыга. Ну это же классный, когда парень разговаривает и много дел делает. Когда рот не закрываешь, да, это все хорошо. Сейчас камеру пишу. Ой, давай. Это ты, с ним можно договорить. Вырежьте, пожалуйста. Кто там уже был и видел, что там будет? Никого там не было, в том-то и дело. Смотрите, кто-то отстает, что-то не так. Помогаем. Что случилось? Что? Что? Что такое? Не встаем, не встаем. Стагин. Мужики, ну объясните, никакая непонятно, что делал. Берем по отстрадавшим, вот он по отстрадавшим, вытаскиваем за направляющую. В той сторону никакая не ведут. Есть направляющие, впереди держи. Сейчас впереди идет, давай держи. Чего ведь не тащите? Я ничего не вижу. Дойти-то они дошли нормально. Вот обратно уже. Мне это тяжко. Отношная работа. Я еще готов сделать так же, езжи. Тебя чуть тяжелее было, потому что я один это делал, тащил. А если бы вы тащили в команде, это было? А никого не тащил, я еще всех ждал, езжи. Чего он бесит так громко? Что у тебя воздух заканчивается? Ну, у тебя время еще есть, чтобы выйти. Надеюсь, сигнализируют. Ну что, нормально, справились? Да, молодцы. Просто это, видишь, надо вдвоем хотя бы делать. Вы бы еще быстрее это сделали. А я один, да, тащил? Ну, по сути, да. Я чувствую, нога, оп. Если бы не он, я бы, походу, не добрался на высоту. А это еще только, ну, представляете, на пожаре вообще он дым черный. То есть, даже фонарик включается, там не видно. Не видно метр, но... Не видно условия. А там вообще, вот. Все, молодцы, снимайте эти аппараты. Я готов вам руки пожать, честно. Вот такая работа. Первые пять секунд было видно, там метр где-то. Двери закрылись. Первую минуту я думал, что мы не выжимем. Там эти переулки, я думал, что мы не доберемся по башке. Били мощно по каске. Но ничего. Самое главное, вытащили. А он его вытащили. Короче, манекена, но это типа человека. Мы вытащили, мы справились. Если бы не справились. Это командная работа. Это в натуре, вот он затащил. Я стрессанул, я не понял, что происходит. Я могу сказать и выразить огромную благодарность нашим МЧСникам. Я понял, через что они проходят. Хотя, хоть и это была какая-то 10-процентная часть от сотки, но мы все это прочувствовали. Мы поняли, для чего было это испытание. Это я вот прям почувствовал командную работу. Вообще мощно. Вот огромная благодарность. Они, то, через что они проходят, мы даже этого не вкусили. Мы еще зеленка. Вот если бы не он, мы бы, скорее всего, еще минут 10 бы там точно торчали. Я панику свою такой. А, Вол, что делать, объясни. Там этот пожарник стоял рядом. Я говорю, объясни, что делать надо. Он говорит, вот манекен брать. Я говорю, где манекен этот? Он где-то его увидел, потащил. Пожарники мощь, пожарники сила. Спорт тоже сила. Поэтому все красавчики, кто здесь находится. Легион 89. Хайп-шоу. Или как? Поиск-шоу. Вы знаете, за кого болеть, кто делает настоящее шоу? Вот он. Хайп. Девочки, простите, вас спасут другие пожарники. У меня есть зенка, и только я ее буду спасать. Сейчас я вам буду показывать основы игры в настольный теннис. Шарик надо держать на открытой ладони. Подкидывает не меньше 15 сантиметров. Профессионалы подкидывают выше. Отойди подальше, потому что не засними. Смотри, вот оно, вот оно. Опа. Смотрите, сейчас говорю сетка, значит будет сетка, смотрите. Олеж, может ты и хорошо играешь в теннис, но ты будешь у меня летать, как шарик, я тебе обещаю, в клетке. Просто оп, садись. Опа. Не, ну ты были... Не, 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 братан. Коленочки, локоточки, и головой буду унижать тебя. Играем в клетки. Прячься, родной. Я считаю, прям классно вылетела эта штука, но теперь ее как-то надо поправить. У него баллон с систем, представляете? Блин, он еще. Там, может быть, он там и останется. Да, у меня осталось 55 кубов, мне говорят, типа там это очень мало. Да, да, да. Я захожу, и он как свистеть начинает, я уже резко в паник. Мы еще туда даже не доползли, он засвистел. Да, конечно. Мы сделаем лучше всех. Вот просто, если нет, я вам кофе куплю. Нет, вы нам покупаете. А, сертификат на мойку. Сертификат на мойку. С кого мне мыть себя, я машина, я знаю. Если я проиграю, меня керхером помоют. Все, без проблем. Блин, керхер есть. Давай, давай, бей. Так, мы сегодня занимаемся... Чем мы сегодня занимаемся? Мы занимаемся... Спасением. Спасением человека. Он весит 50 килограмм. Скорее всего, это ребенок. Или же маленькая девушка лет 30. Ну, как? Ну, может быть, да. Что еще интересного? Мы будем заходить в камеру, где дым. Мы будем доставать этого человека. Спасать либо мертвого, либо живого. Че, грустный? Каннская неудобная. Ноги, да? Ну, забились. Почему вы с этими, мы без этих возминаемся? К нему еще одна. Ставьте с воздухом бегу, девочки, без. Эй, пошли. Вот сейчас посмотрим, что вы там. Давай его обратно. Обратно его. Застрял. Назад, назад. Уходим, уходим назад. Я лежу, он говорит, все, я задыхаюсь. У меня аж сердце тормознуло. Думаю, смысл? Я думал маску снимать на него. Честно сказать, испугался. Думал уже снимать с себя маску, надевать на него. Но так как я забыл, что вам говорили, забыл, как снимать маску, принял решение просто тащить человека к выходу. Нашел выход, прошел, взял человека под руку. Вот таким макаром придержал, аккуратно держа, вперед вытаскал человека. Спасибо нашим МЧСникам, пожарным, за то, что спасают жизни людей. Все, я на этом все. Я задыхаюсь. Мы не знаем вообще, то есть расположение коридора потолки, потому что не видно ничего. Шлем забрало, плюс маска, она запотела сильно. Маленькая такая нотка паники появилась, потому что ты не видишь, куда идешь, дым. И вот вторая нотка памяти, это память. Где дым обращался. Густейший дым. И чуть-чуть, буквально пару глотков, и ты их потеряешь на сознание. А если там ты выпал из этой цепочки, я тебя не найду, что дальше? Острадавшим, берем за ноги, за ноги, за ноги, за ноги, за ноги. Он здесь до полцепляется, его поднять и тянуть надо. Раз, два секунда, у меня, два, быстрее, быстрее, быстрее. А сейчас три вытягиваем резко, давайте, пацаны. Кислородный коктейль? Как в садике, да? Да, были ребята, ну и девушки, кстати, вот, девушка вообще молодец. Вот, ее выносливость и бесстрашие, вот, только аплодируем. В целом, выводы все, в принципе, справились. Понятно, это первичные у них занятия, вот. Ну, никакой подготовки в этой специальности нету. У кого-то быстро получилось, у кого-то медленно. Ну, плюс наши моделировали всякие ситуации, вот, это и шумоподавление, и крики о помощи. И даже сознание у нас боец стерял, якобы. И то ребята не растерялись, смогли вытащить и пострадавшего манекена, и бойца нашего. Это самый жесткий парень, которого я знаю, самый лучший. Вы должны его знать в лицо, потому что по-другому будет больно. По итогам испытаний в пожарной части мы выбрали самого смелого... Признайся, там на самом деле баня. ...храброго. Все грустный. ...пожарного. Первую минуту я думал, что мы не выжимем. Это Абдул Малик. Мы и наши спонсоры сеть пиццерий «Бизон Пицца» поздравляют тебя. Поздравляю. И тебя ждет от них приятный бонус. Ты рад, счастлив? Я... Пиццу кушаешь? Сейчас не оживу. Пиццу кушаешь? Черепашек ниндзя уважаешь? Вот они тоже любят пиццу. Я нашел первую жертву. Вы не против того, что камера там поговорить? Либо это природное обаяние. Как вам погода? Либо я просто такой классный, харизматичный. Что сегодня из увлечений, самого такое трендовое? Снимать обзоры, как дочки миллионера кушают еду. Мы это сейчас сделаем. Канал Си-ТВ. Спасибо. Участвуйте. Хорошо. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!